Дыши, дыши, на меня смотри! Смотри, 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 дыши, вот так! Глаза не уводи, на меня смотри, на меня смотри, я к вам ходу! Привет, бешеные бизоны! С вами проект Мой Тай Секе и я, Варченко Виталий. Сегодня у нас очень серьезное видео, реально серьезное видео. Несмотря на то, что мы будем смотреть на мастеров тайных и загадочных школ. Но в этом видео я не буду над ними стебаться, а даже наоборот, покажу вам довольно серьезное умение этих ребят. Итак, начнем мы с Рябко. Я включал его в свои видео про великих мастеров, которые вы можете посмотреть в подсказках, но это видео отличается от остальных кардинально. Суть ролика в том, что два мужичка с улицы пришли на семинар Рябко и решили проверить все, о чем он рассказывает на своей шкуре. И они получили то, что хотели. Лично у меня этот ролик вызывает довольно двоякие эмоции, но давайте по порядку. Сначала Рябко показал им свои удары. Нужно отметить, что он не бил со злостью или со всей силой. Видно, что он бьет без замаха, но довольно мощно. По корпусу ребята удар еще держали, отмечая, что чувствуют его всем телом. Но вот в живот не выдержали и дыхалочку потеряли. Но с другой стороны, никто из них не падал от удара, как все ученики Рябко на видео, отлетая на 2 метра от любого касания. Но и удары для наших экспериментаторов оставили свой след. Нет, так ничего, нормально. То есть, если будешь выдыхать, то можешь и выдохнуть. И отдыши сразу. Через нос вдох, через рот выдох. А дальше Рябко показал на своем лучшем ученике, наверное, потому что он почти догнал по габаритам учителя, что нужно правильно дышать. Таким образом можно выдерживать любой удар. И дал возможность бойцам это проверить. Конечно, ребята не мастера спорта. Видно, что у них корявенькие удары. Но тем не менее, у них масса под 90 кило. И видно, что есть какие-то навыки. То есть, в зал ребята ходят или чем-то занимались ранее. Я буду стоять. Понятно, что растаскивают, раскачивают. В общем, по итогу, им так и не удалось пробить живот усатого сенсея. Конечно, выдержать удар в живот, это не в челюсть или в нос. Но все равно стоит многого. В общем, как я говорил в начале, видео довольно двузначное. С одной стороны, Рябко что-то да умеет. Неплохо бьет, перебивает дыхалку, а его ученики держат любые удары в корпус. Но с другой стороны, ребята с улицы не летали по залу, как его ученики в роликах. А спокойно выдерживали удары, хоть и через боль. Я думаю, самый полный ответ мог бы дать нам спарринг. Но мы этого не увидим. Никакие секретные старорусские школы не спаррингуют с жалкими спортиками. Я не буду перечислять своих наград, статусов, регалий и достижений. Так поступают многие, представляясь потенциальным ученикам. Это пустые слова, за которыми нет реальных ценностей. Считаю своим высшим достижением то, что в свои 63 года, оставив позади более 45 лет преподавания боевой техники и в 50 лет личных тренировок продолжаю занятия с не меньшей, а с большей интенсивностью, чем ранее. Сейчас мы с вами наблюдаем за Валерием Гусевым, который основал школу в Москве под названием «Западный дракон». А на видео он демонстрирует техники и приемы своей школы. Конечно, насколько они эффективны, вы будете судить сами. И свои выводы можете написать в комментах. А я скажу свои мысли. Как по мне, эти техники смотрятся как в фильмах про советские единоборства из 80-х. Опущенные руки, четко обозначенные удары руками и ногами, захваты одежды с контрдействием. Но не нужно забывать, что это обучающее видео. Поэтому, возможно, приемы специально выполняются так, чтобы зрители могли понять и запомнить последовательность действий. Снова повторюсь, что про эффективность этой школы вы будете судить сами. Но чтобы реально ее проверить, нужно только приходить в гости на спарринги. Но это все внешне. А что главное? Так это то, что Валерий Гусев, будучи 63-летним дедушкой, находится в лучшей форме, чем половина 20-летней молодежи. А по шее он может надавать еще половине, от второй половины с хорошей формой. Итого, по моим научно обоснованным подсчетам, этот дедушка сможет перебить 70% в молодежи. А ты попадаешь в какие проценты? Это все и к тому, что несмотря на то, какая эффективность этой школы в прикладном плане единоборств, она однозначно работает в плане здоровья. А чтобы иметь такую форму в 63 года, нужно немало попотеть на тренировках. При Александра знакомство с восточными единоборствами началось еще в юности и продолжилось во время 10-летней службы в войсках спецназа. Навыки реального рукопашного боя удалось отточить во время работы в службе безопасности в нескольких коммерческих организациях. С начала 2000-х Александр занимался подготовкой спецподразделений на Дальнем Востоке и сейчас ведет работу в московском филиале этой системы рукопашного боя. А это скудный Александр, спецназовец, который тренировал спецназ, который уничтожал другой спецназ. А если серьезно, то этот человек вызывает довольно двуякие эмоции. Начну с плохого. Мои подписчики просили меня сделать на него обзор, мотивируя это тем, что этот человек в своих видео говорит о том, что прикладные и спортивные единоборства, такие как бокс, муай-тай, боевое самбо и им подобные, детский садик, который не имеет ничего общего с реальной боевой системой, которую он преподает только лучшим из лучших. Короче, тем, кто ему за это платит, а значит автоматически становится лучшим. Когда я пробовал найти про него видео, то мне постоянно выдавало его лекции о здоровье. Кстати, на которых он говорит, что 30 лет ездит по всей земле, учится у лучших целителей и собирает уникальные знания. Но потом я нашел это видео, где он уже 10 лет служил в спецназе, а потом 20 лет тренировал спецназ. Короче, по его рассказам, ему уже больше 200 лет, и он везде успел. 30 лет спецназа, 30 лет целительства, 30 лет шаманства и еще чего-нибудь. Но это все критика его как человека, что подтверждают и люди, которые знают его лично. Он озлобленный и очень категоричный человек. Но это его личное дело, а нас больше интересует, что он умеет как боец, тем более спецназа. На видео мы видим довольно интересные тренировки, но интересные больше, как детские игры, на развитие баланса и координации с бревнами и мячами, чем наработку каких-то бойцовских навыков. Для этого нужно работать в парах и спарринговать, чего мы не видим. Сам же Александр показывает довольно неплохую скорость удара. Но, как по мне, это все снова пародия Кадочникова. С руками-макарошками, которые летят непонятно откуда и куда. Конечно, можно сказать, что в этом вся фишка, противник не знает, откуда будет удар. И вся туфта в этом духе. Но уже доказано, в реальных спаррингах не раз, что такие техники не работают. А против простой боксерской двойки они бессильны. Насколько мастеровит этот боец, судите сами и пишите свои выводы в комменты. Возможно, вы даже знаете еще какие-то его великие высказывания. Вторая часть занятий несет более практическую направленность. Здесь предстоит научиться останавливать противника короткими, почти невидимыми движениями. Суть методики состоит в системе захвата в кисти и рук таким образом, чтобы противник не смог применить свою физическую силу в полную мощь. Другое упражнение, которое стоит упомянуть, это обкатка тела ножом. Упражнение позволяет телу привыкнуть к ножу и не бояться противостоять ему. Кроме того, вырабатывается необходимая координация для того, чтобы оперативно изъять этот нож у противника, находясь в стесненном пространстве. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Они должны знать героев. А если вы хотите научиться реальному бою, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok